Платежную дисциплину сотрудники Сочи Теплоэнерго и судебные приставы на этот раз повышали в Адлерском районе. Здесь задолжали около 53 миллионов рублей. Многим перекрыли горячую воду, теперь вот описывают имущество. Если в течение 10 дней должники не рассчитаются с ресурсоснабжающей компанией, его изымут. На ежедневной основе проводится отключение должников. Перед этим их в обязательном порядке предупреждают, предъявляют им требования в письменном виде, предлагают заключить соглашение. Рассрочки долга предупреждают об отключении. После этого идут действия. От слов к делу ресурсоснабжающая компания переходит спустя два месяца. Направляет иски в суд. После достучаться до должников попытаются приставы. Так и произошло с одним из жителей Ереванского переулка. Долгов накопилось на 44 тысячи рублей. Вы понимаете, что из неоплаты ваших долгов мы будем вынуждены арестовать ваше имущество. Я это понимаю. Сказано, сделано. У должницы изымают телевизор. Он будет выставлен на торги. Вырученные деньги пойдут в счет оплаты долга. Правда, до этого момента у нее будет возможность вернуть свое имущество обратно. По словам судебных приставов, такие меры необходимы и эффективны. Но благоразумие порой просыпается и без них, особенно в преддверии праздников. В двери, наверное, Нового года, наверное, все хотят куда-то улететь. Все приходят к нам и пользуются случаем оплачивания долги, чтобы не закрыли границу, чтобы уехать за границу. И также люди, которые имеют машины, приходят оплачивать долги, чтобы у них не изъявилось имущество, потому что машина, автотранспортное средство. Потому что у нас проводятся рейдовые мероприятия с инспектором ГАИ. Но если должники не идут к приставам, то приставы сами придут к ним. Подобные рейды они совместно с ресурсоснабжающими компаниями проводят еженедельно. Только «Сочи Теплоэнерго» сочинцы задолжали 384,5 миллиона рублей.